Ну что ж, теперь следующая тема – мотивация. Очень хорошее выражение генерала того же Эйзенхауэра, он же президент, что мотивация – это когда люди делают то, что мне нужно, потому что им этого очень хочется. Всякое бывает. Я говорю, мотивация. Мотивация, напомню, предполагает некую морковку. Мотивация предполагает желание человека что-то сделать. А если мотивация не работает, или чтобы мотивация лучше работала, чтобы человеку больше что-то хотелось, напомню, существует управление. Управление – это как раз то самое подталкивание человека и правильное объяснение, что у него есть выбор – или получить морковку, или получить проблемы. Поэтому лучше ему хотеть морковку. Целее будет. Для этого есть управление. Ну и мотивация. Значит, в задачу этого кусочка мотивации не входит полное описание корпоративной системы мотивации. Для этого нужно совершенно другое время. Это 16 часов. Отдельное, гораздо более глубокое. И вообще-то очень зуболомная тема. Потому что мотивация – это такой 16-полосный эквавайзер, сказать, ничего не сказать. Причем, где каждая полоса очень сильно влияет на другие. И настроить поле мотивации можно, но довольно сложно. Тем не менее, можно. Наша задача – скорее изучить это в таком определенном лайт-режиме, чтобы именно понять роль мотивации в рамках оперативного управления. И увидеть те возможности, которые перед нами открываются почти вне зависимости от системы корпоративной мотивации. Я не хотел бы сильно разбирать все мотивационные теории на этом курсе, а постарался сделать из них некую определенную выжимку, которая как раз для руководителя поможет именно таким путеводителям, что ли, уже таким на практическом уровне. Итак, о чем мы с вами будем говорить? Во-первых, все компоненты мотивации можно разделить на главные мотиваторы и на регуляторы мотивации. Причем, сразу уточним, договоримся о терминах. Что принято считать мотивом? Мотивом принято считать тот фактор, который вызывает желание выстраивать алгоритмы поведения или изменить их. То есть, таким образом, всякий мотив – фактор, но не всякий фактор – мотив. Вот это надо понимать. Фактор мотивации или элемент мотивации может быть или не быть мотивом в зависимости от того, вызывает ли он стремление поддерживать какие-то алгоритмы поведения. Понятно вот эта идея? Потому что очень часто, ну, когда обсуждается какая-то система корпоративной мотивации, значит, руководитель говорит, у нас это уже есть. Да, я говорю, а оно работает как мотив? Этот вопрос часто вызывает вопрос. То есть, зачастую фактор или элемент мотивации выполняет чисто атрибутивную функцию, артефактную, да, то есть он есть. А работает ли он как мотив? Иногда да, иногда нет. Вы можете описать, как он работает, да, каким образом? Часто об этом вообще никто не задумывался. То есть, иногда элементы мотивации вводят именно атрибутивно, то есть, повторяют какие-то прочитанные вещи, там, или подсмотренные где-то вещи, да, изученные вещи, и начинают вот их так ставить, как ритуальную функцию, да, вот так расставили, и теперь считаем, что у нас это работает. Это не совсем правильно. Итак, регуляторы мотивации. Регуляторы мотивации отвечают на вопрос, зачем я здесь работаю? Почему это названо регуляторами? Если они не открыты, не включены, то есть. Я рекомендую представить их в виде, знаете, вот представьте себе, есть трубы, да, какие-то. Ну, и на них стоят какие-то задвижки, да. То есть, если задвижки закрыты, вода не течет. Если регуляторы мотивации закрыты, то вообще ничего не происходит. Регуляторы мотивации отвечают на вопрос, зачем я здесь работаю? Если ответа на этот вопрос нет, ни о какой лояльности речи быть не может, да, человек испытывает чувство глубокой неудовлетворенности, и зачастую находится в компании по каким-то внешним причинам, не нашел другого места, ждет годовой премии, там, ожидает ли это, еще чего-то, да. То есть, человек не с вами, он попутчик, он не работает. Если у него нет ответа вот на эти вопросы, зачем я здесь работаю, если регуляторы мотивации не включены. Итак, первый регулятор мотивации – материальное вознаграждение. Ну, более подробно мы разберем его чуть дальше, если успеем. Он так включен, как дополнительный материал. А? Давайте, хотя, уверяю вас, к сожалению, мы не сможем детально так в это влезть, чтобы реально это настроить. Скорее, получить некие общие направления, да, просто другой курс, да. Знаете, так, включен, как процессы, да, так, фрагменты. И опять, потому, что я хочу дать какие-то линки, да, то есть, показать, куда еще надо залезать, вот, указать вам направление. Строго говоря, можно было, ну, не включать эту часть, но она нужна, хоть чуть-чуть. Значит, материальное вознаграждение. В каком случае материальное вознаграждение является мотивом? Нет, нет, нет и нет. Значит, материальное вознаграждение является мотивом в том случае, когда человек уверен в справедливости, я не побоюсь этого слова, данного вознаграждения. Я, безусловно, расшифрую термин справедливость, да, не бойтесь. В ряде случаев, когда мы говорим о мотивации или о этике, там возникают такие термины странные, как честность, как справедливость, да. Не надо бояться этих слов, да. Да, это абстрактное понятие. Но как раз задача руководителя сделать абстрактное понятие конкретно. Значит, когда сотрудник уверен, что это вознаграждение справедливо. Что значит справедливо? Когда он знает, что оно соответствует его квалификации. Когда он знает, что вознаграждение, которое выплачивается ему в компании, соответствует такому же вознаграждению на рынке труда для компании такого же уровня. Да, фактически он уверен в том, вот в этом случае он будет уверен, что вознаграждение справедливо. Когда он понимает, что он как такой-то специалист такой-то примерной квалификации получает столько, сколько и должен получать. То есть его не обманывают, его детский труд не эксплуатируют. Да, значит, я потом расскажу, как этого достичь. И второй момент, в каком случае материальное вознаграждение является мотивом, когда человек понимает, как он может изменить содержание. То есть как он может заработать больше, от чего зависит его заработок. Каким образом, за что его могут оштрафовать. За что его, каким образом его заработок может быть уменьшен или увеличен. Какие действия надо предпринять, чтобы заработок стал больше. Каких действий следует избегать, чтобы заработок не стал меньше. По каким критериям оценивается его работа при назначении премиального вознаграждения. То есть материальное вознаграждение мотивирует, когда сотрудник четко понимает, как устроена система. И тут, к сожалению, приходится барражировать между Сцелой и Харибдой. Сцелая в данном случае это упрощенная система, которая просто, как мы благодаря примеру Анатолия разобрали, возможную недоусловление.